всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 29 июля и я конечно в это время вплотную занимаюсь сбором урожая переработкой и вот сейчас я набрала томаты для того чтобы собирать с них семена и когда увидела несколько ну тут у меня и загадка природы и ботяня и любимый праздник розовый мед когда увидела все эти вместе томаты я вспомнила что у меня очень очень часто затают на протяжении всего года и зимой и летом и осенью один и тот же вопрос назовите какой томат самый сладкий я всегда и самый сладкий какой у вас самый любимый но какой самый любимый я не могу сказать потому что мне многие сорта очень нравятся но какой сладкий я сейчас вам скажу но объясню некоторые нюансы потому что например я назову вот этот сорт а у вас может быть самый сладкий совсем другой я вам сейчас расскажу на примере например у нас есть топ-10 самых сладких я про это уже зимой говорила и топ-10 это значит список в который входит 10 томатов которые большинство садоводов огородников считают самыми сладкими но он всегда меняется в одну на одном сайте вы увидите 10 одних сортов на другом 10 других а кто-то например прочитав эти 10 сортов поймет что его сорт который у него удается самый-самый сладкий вообще не входит в этот топ-10 так что у нас у каждого будет свой список я уже говорила что даже один и тот же сорт вот например загадка природы про который я в прошлом году говорила что вот самый-самый сладкий он у меня был но смотрите если загадка природы и розовый мед который тоже всегда называется среди самых сладких посадить вырастить в таких условиях что например розовый мед будет в теплице а загадка природы будет на улице погода дождливая и полив вы не сможете проконтролировать у загадки природы то у вас в результате в конце сезона получится что розовый мед будет у вас намного более сладкий чем загадка природы а если вы их поменяете местами например загадка природы будет теплицы а розовый мед на улице в дождливую погоду то у вас загадка природы будет более сладкая чем розовый мед поэтому я еще раз напомню вам о том что сладость томатов состоит из многих многих факторов да во первых это должен быть сорт который склонен к образованию повышенного процента сахара ясно что вот эти вот томаты которые сейчас у нас уже спеют в массовых таких количествах они все склонны быть они генетически предрасположены быть сладкими потому что они огромные они мясистые они сахаристые а вот те которые вот у меня например тут джина они немного все-таки уступают но они тоже могут быть сладкими еще вот я говорю что должен быть сорт склонен к генетически еще очень много зависит от количества солнца который вот это растение получила в течение сезона все знают что в солнечное жаркое лето плоды получаются сладкие почти все сорта почти у всех сортов плоды сладкие но все-таки есть сорта которые выделяются и я вот как в прошлом году говорила в этом году скажу что мне это мое личное мнение мне все таки кажется что всех превосходит вот эта загадка природы я в прошлом году была удивлена какая она сладкая но опять же для того чтобы получить вот сладкий сладкий плод нужно дождаться чтобы он вызрел до конца до полной зрелости если у него вот здесь смотрите видите вот это зеленое непрозрелое это значит что он еще должен быть висеть но так как я собрал ну как собралась собирать с них семена мне не важно что он немножечко недозрел для еды я уже срывала другие и я могу сказать что это самое сладкое и про загадку природы я могу вам сказать смотрите вы можете очень удивиться а некоторых может смутить то что одна загадка природы будет в желтом исполнении а другая загадка природы вот тот же самый сорт в красном исполнении они совершенно разные вот поэтому они и загадка природы вот смотрите вот этот с одного куста это все сорвано почти полностью желтый плод это тоже загадка природы бывает разрежешь на желтом фоне розовые полоски а бывает разрежешь на На красном фоне, желтые полоски, каждый плод у нее разный. И вот этот сорт, загадка природы, по моему мнению, все-таки самый-самый сладкий. Он хорошо удается и в теплице. Ну, с теплицы я уже их распотрошила, переработала. Вот это я с открытого грунта сорвала. И в открытом грунте. В прошлом году у нас тоже было жаркое лето, очень сладкий. Но туда же в эти топ-10 неизменно входят те сорта, которые розовый мед, такие как вот даже наш любимый праздник, бычье сердце. Потом туда же входят все томаты, у которых в названиях есть мед или сахар. Ясно, что медовый король, медовые, медово-сахарные, мясистые, сахаристые. Вот в названиях, если есть что-то такое сладкое, значит этот томат с повышенным содержанием сахара. Это так же, как томаты, про которые я рассказывала. Если снежные и холодные названия, значит он холодостойкий. Такие, как вот снежная сказка, метелица, таймыр. А сладкие выделяются вот такими названиями. Еще самые сладкие и в топ-10 входит, например, медовая капля и многие другие черри. Вы знаете, что черри томаты, маленькие вот эти, они вызревают хорошо, быстро. Они такие сладкие. Медовая капля, я вообще считаю, что одна из самых сладких среди черри. Потом туда же в этот список можно внести вот такие вот оранжевые и желтоплодные, потому что оранжевые томаты, особенно вот у меня вот эти русские колокола, если дождаться их полной зрелости, видите, вот они отличаются по цвету. Если не такой срывать, а вот такой прям оранжевый, они сладкие, сладкие, сладкие. Вот, не знаю, напоминает прям какой-то как изюм, сладкий виноград. Все. Конечно, у каждого будет свой список самых сладких томатов. Но вот из тех, которые выращиваю я, я могу вот на первое место поставить загадку природы. Потом идет, а еще забыла, туда можно внести зеленоплодные и черноплодные, тоже очень сладкие. В прошлом году была малахитовая шкатулка, прям сладкая, негритенок и полосатый шоколад, это из черноплодных, тоже сладкие-сладкие, но их нужно ждать, когда они вызреют полностью. Когда у них мякоть прям вот красно-черная внутри станет, вот у негритенка, у черного шоколада. А у малахитовых шкатулок, вот когда они уже янтарные, такие почти прозрачные томаты станут, тогда они будут вообще таять во рту. Вот их туда можно отнести. Конечно, в зависимости от того, какие сорта вы выращиваете, у вас будет свой список, список вот этот топ-5 или топ-10 самых сладких томатов. Вот я еще раз назову загадка природы, розовый мед, туда же всегда бычье сердце можно отнести. Потом сахарный бизон, туда же можно отнести, туда вот эти вот маленькие медовую каплю, русские колокола, медовый король, медовый просто, все-все-все. И преимущественно это или крупные, крупноплодные мясистые, или маленькие черри, вот такие маленькие. Обычно средние, которых средних размеров, в топ-10 сладких томатов у нас не попадают. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я вам объяснила, постаралась как можно подробнее, какие сорта самые сладкие и от чего зависит их сладость. Бывает такая погода, если при выращивании в открытом грунте долго идут дожди, то любой сладкий томат, у него сахар водой разбавляется вот этой влагой, и он становится водянистым и не очень сладким. Но вы не вините в этом сорт. Иногда погодные условия не позволяют нашим томатам раскрыться во всей красе и показать, каким он может быть сладким, мясистым, сахаристым. Конечно, для этого нужны идеальные условия.